В Москве сегодня простились с Зурабом Саткелавой. Церемония прошла в Большом театре, которому великий исполнитель отдал несколько десятилетий. За эти годы его голос стали узнавать тысячи любителей оперы по всему миру. Но если мы, зрители, видели и знали Зураба Саткелаву на сцене, как певца, то те, кто с ним работал, кто у него учился, говорили сегодня о нем прежде всего, как о большом человеке. С Зурабом Саткелавой прощаются на исторической сцене Большого театра. И, кажется, иного места просто и быть не могло. На протяжении нескольких десятилетий тенору рукоплескали в лучших оперных театрах мира. От Ласкала до Гранд-Опера. Но свою жизнь и карьеру Саткелава посвятил именно этой сцене. Я был только студентом ГИТИСа, только поступил в него, а он уже был легендой. Он был солистом Большого театра. Не просто солистом, он был тенором Большого театра. И мы все бегали на спектакли с участием артистов этого поколения. В Большом Зураб Лаврентьевич – пожизненный солист. Отдать дань памяти другу и учителю. В театр сегодня пришла вся оперная труппа. Сотни людей, которых за долгую жизнь маэстро сплотил вокруг себя. Солнечный человек, вот он появлялся, и вокруг него сразу создавалась атмосфера невероятной доброжелательности. Он всегда был очень остроумным, веселым, энергичным и очень-очень ценил то, что называется талант. Он ушел буквально в день 50-летия нашей дружбы, 18 сентября. Очень тяжело, когда уходят самые близкие друзья, с которыми делил все и радость, и горесть. Друзья сегодня вспоминают удивительную карьеру певца. То, как подающий надежды футболист Тбилисского «Динамо» по воле обстоятельств поступил в консерваторию. Как молодого тенора итальянцы признали лучшим исполнителем партии «Отелло» всех времен у народов. Человек радости, человек жизнеутверждения, человек постоянно ищущий и помогающий людям. И своим, конечно, примером он показывал, как нужно работать, как нужно петь, как нужно любить людей. Ему одинаково легко давались роли Хосе в Кармен и Гришке Отрепьева в Годунове. Поклонники вспоминают сельская честь, будто бы была написана для него. Не могут забыть, и как Саткилава спектакль за спектаклем умирал в третьем акте Тоски. Он вообще во всем был хорош. И в классике, и в романсах, и в итальянских песнях. Ну, уникальный голос. В последние годы Зурап Лаврентьевич тяжело болел. Но, несмотря на это, продолжал преподавать в Московской консерватории. Сам до конца жизни разучивал новые партии, призывал своих воспитанников искать и петь до последней секунды. Он меня называл «Моя девочка». Я могла к нему подбежать, обнять, и для меня это было великое счастье. Он первый, который в меня поверил. Я его очень хочу обнять, поцеловать руки и сказать, что я тебя очень люблю. Буквально этой весной, празднуя юбилей, Зурап Саткилава говорил, что 80 – ерунда, что желания те же, что в молодости, и любой – в та же. Собирался снова выйти на сцену, несмотря ни на возраст, ни на изматывающую болезнь. Но недуг оказался сильнее. Сегодня с маэстро простились в Большом похороне в понедельник в Тбилиси по воле самого Зурапа Саткилава. Константин Панюшкин, Анна Хигай, Мертезудинов, Юлия Ходорова, Сергей Романов. Первый канал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ